Вот, значит, вот 130 лет назад этот материал назвали шунгитом. Последние годы, вот 60-х лет особенно, идут интенсивные исследования этого материала. И на сегодняшний день есть, конечно, определенные достижения и понимание, тем более, что в принципе в последние годы была еще обнаружена одна из форм углерода. Вообще углерод до 90-х годов, наверное, считалось, что существует в двух кристаллических формах. Одна из форм – это графит, она вот так выглядит, то есть вот есть плоскости, в которых расположены атомы углерода, и эти атомы углерода связаны прочными связями в виде гексагональных колец, и между ними, между плоскостями слабые связи, и поэтому карандаш и пишет графитовый. Это значит, стираются плоскости, разрываются вот связи вот в этом плане. Вот, это один вид углерода. Другой вид углерода вот выглядит вот так, когда все связи одинаково прочные. Это алмаз, самый твердый, значит, минерал. Вот, и в последние годы было обнаружено, что могут быть вот такие формы углерода, когда все атомы углерода находятся на поверхности сферы. И здесь на поверхности сферы могут быть образованы эти атомы, либо те же гексагональные кольца, шести атомные, либо пяти атомные кольца. И тогда строится вот такая форма типа футбольного мяча. Что такое шунгит? В какой форме относится? Шунгит относится, оказалось, что вот к подобной форме. Но отличие шунгита от этой формы в том, что в шунгите не одна сфера, а много сфер. Как луковица, одна сфера в другой, или как матрешки. Одна сфера в другой, но это сфера. Расстояние между сферами близкое к тому, что есть в граффити, и даже более удаленное расстояние. И вот этот материал шунгитовый, сегодня он и называется фолереноподобным материалом. И вот чем отличается фолереноподобный материал, или шунгитовый материал, от других форм для этого? Не переходит. То есть это очень стабильная форма. Шунгит. Стабильная форма, и он не переходит в другие формы. Не переходит ни в граффит, ни в алмаз. Вот из граффита сегодня удается получить фолерен при температурах близких к солнечным, за 4000 градусов. А обратный пока переход из шунгита не удалось. Это вот один момент, на который я хотел обратить внимание, что это особый углерод. И любопытно, что вот такой, в породах-то этот углерод, вот то, что мы видим, то, что используем, это породы, которые образовались при низких температурах и при малых. То есть этот углерод не мог образоваться в процессе образования этих породов. Это углерод, который, если образовался, вот подобный углерод, то до стадии образования породов. И тогда встает вопрос, может быть, он образовался еще на стадии формирования планеты. Тем более, что вот есть очень любопытное, я готов показать, фото, которое опубликовано Ковалевским. Ковалевский это вот сейчас завт лабораторией на стуке геологии Шунгитов, который защитил докторскую диссертацию по структурам углерода. И самый ближайший аналог Шунгита, приведем, вот фотография, вот структура Шунгита, вот структура углерода, самого близкого аналога, который где найден? В метеоритах. То есть Шунгит, это на Земле довольно редкий углерод, но в космосе он есть. То есть, в принципе, материи такой существует, но на Земле его мало. И сегодня, чтобы объяснить образование Шунгита, приходится привлекать вообще представление о создании нашей солнечной планеты. Как она образовалась? Современная космогония. Вот, рассматривая современную космогонию, можно представить образование и происхождение этого углерода на Земле, во-первых, во-вторых, сказать, что это углерод особый. Это углерод даже не того семейства, поскольку не переходит. Это два разных семейства углерода с разными свойствами. И поскольку образование этого углерода происходит при таких высоких температурах, то я называю его углеродом высокоэнергетичным. То есть он должен был запасти колоссальную энергию по сравнению с графитом, потому что ему придали 4000 градусов. Вот, и поскольку это углерод вот такой особой структурой и с такой высокой энергетикой, то у него и масса особых свойств. И вот эти особые свойства его, ну вот сегодня мы их стараемся использовать, и они действительно проявляются в себя очень специфичны, и не похожи на все другое. Это свойства какие? Это, конечно, вот свойства сорбции, то есть поглощения различных веществ. И одна из особенностей шумгита в этом плане, то, что он может поглощать из водных растворов, из воды, вещества, которые находятся в очень малых концентрациях. Это особенность шумгита. Значит, поглощать вещества в малых концентрациях, это счистить глубоко. И если мы хотим получить питьевую воду, значит, шумгит надо использовать на последних стадиях, очистки вот от последних. Это первое. Ну и сегодня как раз, ведь эти проблемы и встают. Чистить воду от тех веществ, которые находятся и вот сегодня обнаруживаются в воде, в малых концентрациях. Какие, например, это вещества? Это диоксин, то есть органический. Мы хвалируем воду, создаем очень вредные вещества, которых надо чистить. Свободные радикалы. Это сегодня говорят причины самых серьезных заболеваний. И третья, теперь уже форма вредных веществ, это лекарства. Да, мы, то есть вся промышленность лекарств производит очень много. Мы принимаем, перерабатываем небольшую долю, а все остальное так или иначе попадает в воду. И в воде происходит накапливание вот этих лекарств. И сегодня накопилось в некоторых местах их столько, что вот есть публикации, что рыба начинает менять пол. То есть это вообще очень перспектива тревожная. И тем более, что в природе нет веществ, способных очистить, куда-то таков что-нибудь. Может быть, кроме шунгита. И поэтому вот у шунгита отрисовывается в этом плане, в воде, своя ниша, особая ниша. И своя особая радость. Это вот одно. Но шунгит ведь может чистить не только воду, он может чистить и воздух. И воздух от вредных веществ, от органики различной. Это тоже почва. И есть очень интересные работы. И тем более, что вот у шунгита обнаруживается в этом плане еще одно интересное свойство. Это способность сорбированную органику, которую вытягивали, разлагать на поверхность. И в этом плане, значит, вот когда он, вредное вещество, сажает на поверхность, значит, либо по традиционной схеме он должен прекратить работу, потому что занялся поверхностью. Либо сбросить еще назад все это. А когда происходит разложение этих веществ, ну вот я приведу пример из публикации о гептиле. Гептил – это жидкое ракетное топливо.